Как известно, мы сдали в Вестерпункт подписи и ждем, что скажем. В Вестерпункт с высокой степенью вероятности, что у нас правильные подписи. Правда было мало, поскольку, как известно, мы тут все проверяли сами по 10 раз. После этого начинается период репутации. Мы работали, поскольку очень много волонтеров совершенно разных сфер деятельности и бэкграундов, и приходится общаться с людьми, и очень много вопросов возникает. Поэтому мы решили, что мы подготовим для них методическую шпаргалку с основными фактами. Как изменился город Москва за последние 8 лет. Поскольку это наш внутри штабной документ, мы его делали сами, а сотрудники конкретно просто набирали, сшивали. И чтобы не было претензий у избиркома к тому, каким образом он финансировался, то у нас, во-первых, имеется указание, что это методические рекомендации волонтерам и агитаторам. И второе, что это не для раздачи избрательных, потому что если бы раздавали избрательных, то это был бы агитационный материал. Просто в связи с тем, что появились комментарии по поводу этих надписей, я объясняю природу. Она исключительно правовой характер носит. Раз это наш документ, раз это не агитационный материал, мы даем этим попользоваться, изучить фактуру и вернуть нам после того, как все это будет освоено. Но поскольку содержательно этот документ базово открытый, и это именно сравнение того, что достигнуто с тем, что было, то я думаю, как только начнется официально-агитационная кампания, я бы хотел, чтобы мы на сайте его опубликовали, чтобы любой человек, который заходит на сайт Собянина, мог видеть все эти факты, аргументы и использовать в своей агитационной, волонтерской, а может, просто человеческой деятельности, потому что ему нужно вырабатывать свою позицию, амликации, эти цифры и факты помогут эту позицию своему лифту. Агитационный период, пожалуйста? Как только подписи нам проверят, то скажут, что все, мы допущены. Так пошли. Моссоверком имеет 10 дней на проверку подписи. Он может за 2 дня проверить, но за 2 дня он не проверил, может за 10 дней, за 9. Как только они говорят о том, что все нормально, так начинается другой этап нашей работы. Мы к нему сейчас готовились с тем, чтобы как только он стартует, все люди могли выходить, но когда он приходит, он говорит, голосует за Собянина, ему говорят, да, у него там дороги не построены. Он смотрит сюда и говорит, ну как не построить? Построили 240 километров велосипедных дорожек, построили 240 пешеходных, на 40% увеличили поверхность дорожных, там сделали центральную путьевую железную дорогу. То есть количество километров доступных москвичам для перемещения увеличилось настолько. то есть это вот для совершательного разговора, а не для того, когда тебя наехали, а ты отъехал, потупил глаза. Ну то, что нам кажется, какие основные направления жизни, вот что это, вам, вы видели, Саня, так вот, ну попросите, чтобы посмотрели, она еще, это предельно открытый документ. Вот эти написки были обусловлены исключительно правовым характером, это юристы, чтобы мы не сталкивались в какой-то коллегии. Два слова о каком-то столе ведущем. Можете сейчас подчеркнуть? О каком-то столе ведущем? А, ну, Ну давайте тогда, и по круглому столу. Значит, вот этот период до выборов мы хотим, ну, разные мероприятия будем проводить. Одна из форм, это круглые столы по тем ключевым проблемам, которые волнуют москвичам. Вот сегодня мы стартуем с этим столом, который будет рассматривать транспортные проблемы города. Мы также будем рассматривать на круглых столах, что было сделано в социальном плане, как благоустройство города, как город превращается в то, что можно условно сказать, в френды, в доброжелательный город, какие у нас сервисы, градостроительство и реновация. В общем, все, что волнует. Но для этого вот эти эксперты, Блинкен будет замодератором процессов, профессора, бизнес-специалистов, приглашены эксперты, которые будут указывать на проблемы, что решено, что еще остается. Потому что, несмотря на какие-то вещи, которые, ну, кажутся очевидными, тем не менее всплывают. Например, когда говорили о реновации, я помню, скрывается тема количества парковок в этих домах. А у Блинкена проблема, что эволюция потребления машин такова, что кар-шеринг становится такой степенью доминирующей формой, что он, например, считает, что через 15 лет никакой проблемы не будет, поскольку частные машины, крупнейшие автомобильные концерны в Германии, перестраивают свою стратегию, исходя из того, что у машины будет не один собственник, кто ее покупает, а что это будет коллективное, долевое, как бы, участие в этом. И Блинкен, мне интересно, будет ли он сегодня это говорить? Я просто участвовал в паре дискуссий с ним, абсолютно убежден, что тренд таков, что через 15 лет в той форме, в которой существует проблема паркинга, она не будет существовать в мозге, она видоизменится. И так далее, и тому подобное. То есть это очень интересный живой разговор, потому что моя цель как руководителя штаба выявить в ходе этих дискуссий ключевые экспертные проблемы, на которые, вполне возможно, мы не нашли еще ответа. Потому что то, что хорошо, то хорошо, а вдруг есть такое, что требует переосмысления. И поскольку программа Собянина формируется, исходя, с одной стороны, из методологии того, что сделано, то, что обещалось сделать, то, что планируется сделать, с другой стороны, наказы людей, которые пишут, хочу мусорный ящик на каждой стенке метро, чтобы билетик не нести, и там заклубил, или хочу газон, или хочу памятник, или хочу в своем дворе фонтан. Это одна. И, наконец, третье, это экспертный, когда экспертный говорит, нет, здесь вы не додумались, здесь вы не досмотрели, здесь нужно досмотреть. Поэтому мне кажется, что если у нас будет вот эти три компоненты пылесошения, озабоченности москвичей, то, может быть, программа Собянина, которая, ну, перед, уже в начале августа, я думаю, где-то, за месяц до выборов, и примерно так, я думаю, должна появиться, чтобы москвичи понимали, с чем она идет на выборы, и поддерживает и поддерживает. Сколько волонтеров? Сейчас у нас все зарегистрировано, большая скорпись, волонтеров, да, соответственно, все, кто будет работать, на улице, все познакомятся с этими людьми. Еще раз говорю, что, поскольку это будет на сайте, как только у нас, то это вообще не имеет никакого практически, сколько, что будет создать. На сайт зашел, скачал, прочитал, выписал за себя и пошел. Сколько мы, вот определим людей в каждый район для выявления вот этой проблематики, для иерархии проблем. Потому что, я уже говорил, что наше представление о Москве таково, что поездка для москвичей локальная, подчас важнее общегородского. Поэтому наша задача выявить там 125 районов, 125 локальных поездок. Что вас больше всего интересует? Или что вас больше всего волнует? Или на что вы больше всего рассчитываете? Так что вот это цель. Спасибо большое. Спасибо.